Доброе утро, коллеги! С вами Исаков Роман и это ежедневный обзор основных инструментов валютных пар индексов на предстоящий день. 17 августа, четверг и давайте посмотрим, как вчера рынок среагировал на новости, которые выходили по США. Начнем, как всегда, с пары евро-доллар. Вчера мы видели резкий уход вверх на укрепление, доходили до отметки 1.1777. Ну и вообще стоит заметить, что доллар снижался по всем инструментам. Соответственно, вчера дошли, точнее сегодня дошли до максимальных значений, которые были уже зафиксированы 15 августа. Теперь для продолжения покупок нам необходимо преодолеть максимальное значение, которое находится в области 1.1791. Это максимум, который был 15 августа. Возврат к продажам будет актуален в том случае, если пара сможет уйти ниже минимальных значений. 16 августа, вчерашняя торговая сессия, это отметка 1.1681. Пара британский фунт, американский доллар, вчера не смогла обновить локальный минимум, так точнее, не смогла за ними закрепиться. А к концу торговой сессии мы уже увидели закрытие рынка выше, чем он открылся. Соответственно, на текущий момент для пары британский фунт, американский доллар, ключевым уровнем сопротивления является отметка 1.2901. Закрепление выше данного уровня и уже продолжение покупок будет вновь актуально с ближайшими целями в области 1.3247. В свою очередь, если пара сможет закрепиться ниже минимальных значений, которые мы видели 16-15 августа, это отметка в области 1.2840, то вероятно продолжение исходящего движения уже по данной паре. Но напомню, что основной сценарий остается все-таки на укрепление, по крайней мере до тех пор, пока пара торгуется выше среднесрочного уровня в области 1.2830. Пара австралийский доллар, американский доллар, вчера в второй половине торговой сессии смогла закрепиться выше максимума, в котором мы видели 15 августа. Соответственно, вернулся вновь сценарий на укрепление австралийского доллара по отношению к доллару американскому. Закрепились выше отметки 78.78 и на текущий момент ближайшая цель по движению это область 80.30. Отмена данного сценария и возврат к продажам, то есть коррекции по австралийцу произойдет в том случае, если пара уйдет ниже отметки 7806, это минимум, который был зафиксирован 15 августа. Пара американский доллар и японская иена также вчера не смогла преодолеть среднесрочный уровень сопротивления. Это область 110.97, тот альтернативный сценарий, который мы отмечали ранее, а в свою очередь вернулись уже также к продажам. К концу торговой сессии закрылись ниже открытия, сегодня уже с утра торгуемся ниже минимальной значения, которую мы видели вчера. Поэтому на текущий момент сценарий на продажу американского доллара по отношению к японской иене вновь становится актуальным. С ближайшими целями область 108.77. Отмена данного сценария произойдет в том случае, если пара сможет закрепиться выше отметки 110.93, это максимум, который был зафиксирован вчера. Пара американский доллар и канадский доллар также снижаются. В рамках уже часового таймфрейма мы видим преодоление отметки 1.2669, но наиболее важный уровень был вчера. Это область минимальных значений, которые были 15 августа, отметка 1.2717. Вчера этот уровень преодолели, за ним закрепились и, соответственно, вновь стал актуальный сценарий на продажу американского доллара по отношению к канадскому доллару с ближайшими целями в область 1.2412. Точнее, со среднесрочными целями в область 1.2412. В свою очередь, отмена данного сценария и возврат уже к покупкам. Если это произойдет, то только после обновления максимальных значений в области 1.2771. Максимальные значения, которые мы увидели 16 и 15 августа. Пара евро-фунт на текущий момент также продолжает укрепляться, движется по основному сценарию. Ближайший уровень сопротивления – это область 1.9143. Такой краткосрочный уровень. Это максимальное значение, которое мы видели вчера. Ну, а в свою очередь, вероятность коррекции будет актуальна в том случае, если пара евро-фунт сможет закрепиться ниже минимальных значений, которые были вчера. Это отметка 1.981. На текущий момент основной сценарий на укрепление остается в приоритете и по данному активу. Золото вчера во второй половине торговой сессии также укрепилось, закрылись выше открытия и сегодня с утра торгуемся также выше максимальные значения, которые были вчера. Поэтому на текущий момент актуальны краткосрочные покупки. Ну и далее цель закрепления за уровнем 1.291 доллар за тройскую унцию. Закрепление выше этого уровня откроет уже нам предпосылки на движение золота уже к среднесрочным целям в область 1.300-1.320. Нефть марки Brent продолжает снижаться. Делали попытки вчера закрепиться выше максимальные значения, которые мы видели 15 августа. Но к концу торговой сессии мы также вернулись уже к ценам открытия. И пока основной сценарий на ослабление нефти остается также в приоритете. Для подтверждения продаж уже по данному активу и следующего импульса уже в область 47.76 нам необходимо увидеть закрепление ниже минимальных значений, которые были вчера. Это отметка 50.25. По индексу DAX. Индекс DAX также вчера подходил к максимальному уровню сопротивления, который мы видим в среднесрочной перспективе. Это область 12.319. И к концу торговой сессии вернулись практически к ценам открытия. Для возобновления продаж, то есть движения по основному сценарию, нам необходимо дождаться ухода ниже минимальные значения, которые были от 15 августа. Это отметка 12.154. Закрепление за этим уровнем возвращает нас к продажам по индексу DAX и с целями в область уже 11.900. Итак, коллеги, всем спасибо за внимание. С вами был Исаков Роман. Как всегда, ваши вопросы оставляйте под этим видео. Если вам оно понравилось, было полезно, то ставьте лайк и увидимся уже на следующих видеообзорах. Всем спасибо и до свидания.